Привет всем и каждому! Спасибо большое, что зашли ко мне на канал! Я безумно этому рада! В сегодняшнем видео будет обзор моего заказа Avon по 16 каталогу 2019. Здесь будут новинки не только 16 каталога, но и 17, а также новинки новой линейки Distillery. И давайте начинать! Как вы могли заметить, сегодня у нас обстановка такая романтик. На улице ночь, но мне все-таки хочется снять это видео. И давайте начнем сразу с приятного. Это подарки. Первая тройка подарков это те, которые мне попались как представителю за выполнение продаж. И в эту тройку вошли три продукта, а именно духи Espae объемом 50 мл. Это туалетная водичка и производство Россия. По поводу самого аромата я могу сказать, что я не из тех людей, кому этот аромат понравился сразу. Мне для того, чтобы он мне все-таки пришелся по душе, нужно было некоторое время. В этом аромате чувствуются нотки груши, а также лилии. Следующий продукт из этой тройки это тушь от внутреннего бренда Mark в оттенке Black, то есть черный, объемом 10 мл. Это тушь именно Big & Daring. Именно эту тушь я не пробовала и распаковывать сейчас для тестирования тоже не сильно хочу, потому что у меня и так много открытых тушей, которые нужно использовать. В дальнейших видео я обязательно, когда до нее дойдет своя очередь, покажу и расскажу об эффекте. И третий продукт из этой тройки подарков это крем для области вокруг глаз. Это лифтинг и укрепление из серии A New Clinical. В этом креме идет две секции, одну из которых занимает именно крем для нижней части и гель для верхней части. Я уже в предыдущих видео рассказывала об этом средстве, потому что я им уже пользуюсь и давно, достаточно давно. Сам гель из этого средства мне не нравится, потому что если использовать этот гель под макияж, последующие продукты, которые наносятся поверх его, начинают скатываться и мне это не нравится и не подходит. Особенно, когда утром спешишь на работу и хочешь быстро накраситься без всяких неудобств. А вот вторая часть, а именно крем меня вполне устраивает. Никаких неудобств при последующем нанесении, к примеру, тонального крема не создается. Объем каждого средства в этом продукте по 10 мл. И срок годности после открытия 12 месяцев. Следующие подарки это пакет сюрприз. Условия для получения этого пакета сюрприза были прописаны в каталоге. Нужно было заказать продукцию с определенных страниц на определенную сумму. Я, конечно же, этот пакет сюрприз заказала. Приходит он вот в таком вот пакете с надписью Style. Этому пакету сюрпризу я очень довольна. Первый продукт, который мне попался, это вот такой солнцезащитный крем, которым я как раз этим летом пользовалась. С SPF защитой 30. Я также, у меня есть видео, вот здесь будет ссылочка, где я более подробно рассказываю непосредственно о том веществе, которое является SPF с фактором. Это химический фильтр. Обязательно, если кому-то интересно, зайдите, посмотрите. Там также я более подробно рассказываю вообще об солнцезащитных средствах. Объемом оно идет 50 мл. Срок годности после открытия 24 месяца. У меня это средство пойдет как раз в запасы к летнему периоду. Мне это средство понравилось тем, что оно не сильно выбеливает кожу. На него очень хорошо наносится тональный крем. Поэтому использовать его под макияж можно смело. Оно этому никак не мешает. И больше всего мне, наверное, нравится его легкая текстура. Также это средство у меня не вызывает такого быстрого выделения себума, как это бывает при использовании других солнцезащитных средств. И второй продукт в этом наборе сюрприз был набор бижутерии, который приходит вот в таких стандартных классических упаковках Avon. В этот набор вошли серьги и колье. Колье длиной 42 см и плюс 9 см, если вы хотите его регулировать по длине. Также хочу заметить, что этого набора я в каталогах не видела. Но возможно я его просто не заметила. Но набор очень красивый, шикарный и элегантный. Особенно для тех, кто очень любит зеленые цвета. Для того, чтобы приобрести этот пакет сюрприз, я себе заказала три туши. Я заказала в оттенке ультра черная. Об этой туши я уже рассказывала. Она мне безумно понравилась. Это та тушь, которая является моей любимицей в области супер объема для ресниц. Это тушь именно 5 в 1, объемом 10 мл и срок годности после открытия 3 месяца. Хочу заметить, что весь флакончик при ежедневном использовании у меня израсходовался за 1 месяц. Дальше я заказала вот такое детское средство для купания. Я уже говорила, что из всей детской серии для купания из таких шампуней, мне нравится именно вот это в фиолетовом оформлении с лавандой. Именно только это средство не вызывает раздражение глаз, либо глазки не щипят. И на этом средстве также есть пометочка, что без слез, объемом 250 мл. Дальше я заказала вот такое средство мгновенного переображения для зоны вокруг глаз из серии Anew. К сожалению, мое разочарование в том, что это средство наносить под макияж я не рекомендую, так как оно начинает скатываться в некрасивые комочки. Оно идет объемом 15 мл. Срок годности после открытия 12 месяцев. По поводу действия ничего не могу сказать, так как тестировала всего лишь один раз. Оно полупрозрачного цвета, текстура гелевая. Так как я его заказываю первый раз, о действии его расскажу уже в дальнейших видео. Дальше я заказала вот такую новинку, лак для ногтей из серии Luxe в оттенке Radiant Rose. Этот лак, он является полупрозрачным, но если его наносить в 2-3 слоя, он полностью перекроет цвет вашей ногтевой пластины. В нем идет шиммер розового, фиолетового и синего цвета. К сожалению, самостоятельно этот лак без топового покрытия, я бы не рекомендовала использовать. Потому что после того, как он высыхает, он теряет такой, как бы сказать, влажный блеск. Только благодаря топовому покрытию, полностью раскрывается вся цветовая палитра этого шиммера, которая мерцает на искусственном и дневном цвете. Этот лак я попробовала в носке без топового покрытия, и он выдерживает не более одного дня. К сожалению, к концу дня этот лак начинает стираться у основания ногтей. Оформление флакончика, конечно, очень красивое. Если поставить такую серию лаков на свой туалетный столик, это будет как такая диамантовая украшалочка. Дальше я заказала вот такой гель для бровей с дополнительными волокнами. Это новинка 16 каталога. Этот гель мне действительно понравился. Он действительно делает 3D объем вашим бровям. Особенно это подчеркивается, если карандаш будет светлее по оттенку, в отличие от этого геля. Я заказала в самом темном оттенке Deep Brown. Он идет объемом 3,5 мл. Но поверьте, вам этого объема хватит очень надолго. Также фиксирует волоски очень хорошо. Этот продукт меня очень приятно удивил. Также я заказала вот такую помаду из внутреннего бренда Mark в оттенке Uptown Pink. Эта помада и сейчас у меня на губах. Я хочу сказать, что я также этим продуктом приятно удивлена. Держится этот оттенок относительно хорошо. Если сравнивать, допустим, с матовыми помадами, чуть-чуть хуже. Но эта помада не является матовой. Она по текстуре, конечно, плотная, но губы не сушит. Имеет красивый, легкий, влажноватый финиш. Помада очень хорошо пигментирована. И свой пигмент отдает после первого же движения. Я настолько довольна этой серией, что мне уже очень хочется попробовать и другие оттенки из этой линейки. Дальше я заказала супер новинку 16 каталога. А именно эссенцию. Эта эссенция идет объемом 15 мл. и производства Польша. Я заказала аромат Even Attraction. Вторая эссенция из линейки TTA. А именно Eternal. И я, скорее всего, закажу в следующем каталоге. Так как она мне отчетливо напомнила запах из этой же линейки. А именно My Everything. Именно поэтому на этот раз я остановила свой выбор на этом флакончике. И я не разочаровалась. Аромат очень шикарный, богатый. Если можно так выразиться, он дорогой. Но на моем теле он носится до 4 часов. В течение рабочего дня я этот аромат обновляю 2 раза. Один раз посреди дня и второй раз, когда уже рабочий день закончился и пора ехать домой. Аромат такой и сладкий, и цветочный, и пудровый. Но я им настолько восхищена, что мне сейчас хочется пользоваться именно им. И этот аромат моментально стал моим фаворитом 2019 года. Оформление, ну это как произведение искусства. Это действительно выглядит все очень богато, красиво, шикарно. Сам флакончик идет стеклянный, но все остальные части идут пластиковые. Конечно же, такое оформление аромата будет украшать абсолютно любой дамский столик. Нам производитель рекомендует наносить этот аромат на пульсирующие точки. Но я хочу заметить тот факт, что допустим у меня идет трение моих вещей об эти точки. И скорее всего, поэтому этот аромат не нужно обновлять два раза в течение дня. Следующий продукт это вот такая новинка спрессованная сыворотка из линейки Anew Clinical, которая с полипептидами. Объемом 30 мл флакончик идет стеклянный. Нам производитель рекомендует наносить эту сыворотку два раза в день на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте. По поводу этой сыворотки меня очень сильно порадовал ее состав. На первом месте находится вода, это же естественно. На втором месте находится жирный спирт, а именно глицерин, который является хорошим увлажнителем для нашей кожи. Но не забываем, что сейчас у нас отопительный сезон. И чтобы глицерин не обезвоживал нашу кожу, а наоборот увлажнял, нужно дополнительно такие продукты запечатывать. Третье место в составе занимает пропондиол, который очень часто используется в продукции Avon, так же как и пропиленгликоль. Но в отличие от второго, пропондиол более безопасный для нашей кожи. В первую очередь в косметике он используется как растворитель, но так же по своим техническим характеристикам считается эмалентом. Четвертое место занимает диметикон. И я думаю, что уже наверное все знают, что это силикон, который образует пленочку на нашем лице. Но здесь я бы хотела добавить, для того чтобы диметикон хорошо смылся с вашей кожей, он смывается только жиросодержащими продуктами. Поэтому если используете эту сыворотку, обязательно во время умывания используйте либо гидрофильное масло, либо двухфазную мицеллярную воду, либо другие средства, содержащие жиры. И вот сейчас радостная для меня новость, потому что пятую позицию занимает неоцинамид, либо другими словами витамин В3. Это именно тот компонент, который усиливает синтез коллагена. Именно неоцинамид считается отличным компонентом при использовании антивозрастной косметики. Но он не только увеличивает синтез коллагена, также он имеет противовоспалительные свойства при акне, регулирует выделение себума. Здесь хочу обратить внимание для обладателей комбинированной кожи, как у меня, и также жирной. И также влияет на некоторые штаммы бактерий, которые вызывают кожное высыпание. Я думаю, что вы понимаете, что компонент неоцинамид очень и очень отличный элемент в составе этой сыворотки. Шестую позицию состава занимает тресилоксан, а это летучий силикон. Не нужно его бояться, потому что этот силикон, который испаряется, не охлаждая нашей кожи, как это делает спирт, либо вода. Этот компонент также в косметике используется для того, чтобы активные ингредиенты равномерно распределялись по всей площади, допустим, вашего лица. Следующую, седьмую позицию занимает цитиориловый спирт. Не нужно его бояться, он также, как и глицерин, относится к жирным спиртам. В косметике его используют как загуститель, эмулькатор и растворитель. Поскольку цитиориловый спирт образует пленочку на поверхности кожи, он, соответственно, предотвращает потерю влаги. Именно благодаря тому, что в составе есть цитиориловый спирт, дополнительно запечатывать кожу после использования этой сыворотки не нужно. Потому что ранее я упомнила, что глицерин в отопительный сезон нужно запечатывать, чтобы он, наоборот, не обезвоживал вашу кожу. Но цитиориловый спирт в составе этой сыворотки нам всю ситуацию исправил. Следующую позицию в составе занимает полиакрилат натрия, который является синтетическим полимером. В косметике он используется для того, чтобы текстура вашего средства была более легкой и воздушной. И все активные компоненты равномерно распределялись по вашей коже. При этом не создавая жирной неприятной пленки на лице. Дальше в составе мы можем увидеть гександиол, о котором я, кстати, в недавнешнем видео упоминала. Здесь я встану все-таки на сторону Avon, потому что Avon не единственная компания, которая использует этот компонент. Даже корейские производители косметики, такие как Елизавета, используют этот компонент. И далеко не на самом последнем месте. В некоторых случаях этот компонент может вызывать кожный дерматит. Но это в некоторых случаях. К моему сожалению, тетрафептид находится практически на последнем месте. Я сейчас упомянула первые позиции состава, которые являются основой нашего крема. Несмотря на то, что тетрафептид находится практически на последнем месте, далеко не на последнем месте находится неоцинами. Что меня, конечно же, очень радует. После применения этой сыворотки кожа становится очень мягкая и шелковистая. Отдушки у этого средства я никакой не почувствовала. Объемом 30 мл и срок годности после открытия 12 месяцев. Ну и дальше я вам немножко расскажу о новой линейке, настолько зеркально чистой, как заявляет об этом Avon, а именно Distillery. Это та линейка, которая не тестируется на животных, не имеет в своем составе парабены, спирты и так далее. И компоненты для этой линейки добываются с помощью дистилляции. Если вы помните период, когда ваши бабушки гоняли самогон, так вот это и есть дистилляции. На составах этой линейки в этом видео я останавливаться не буду. Я выпущу отдельное видео, где разберу каждое из этих средств. Давайте я вам расскажу только о моих тактильных ощущениях, которые я прочувствовала при использовании этих средств. И давайте начнем с масла для лица Detox. Он идет объемом 30 мл. Сам флакончик стеклянный, что добавляет дороговизны этому средству. Это средство идет с пипеткой. Пипетки я очень сильно люблю. Мне не важно, в каком средстве она будет. Мне это средство захочется только из-за того, что там есть пипетка. Ну, это мои тараканы в голове. По поводу самого средства не имеет никаких ярко выраженных отдушек. Не имеет жирного блеска после нанесения. Поэтому я могу сделать вывод, что это средство подходит не только для сухой и нормальной кожи, но и для комбинированной и жирной. Также хочу заметить, что это средство не вызывает более интенсивного выделения сибулы. Следующее средство это дневной крем с испевзащитой 25 и объемом 30 мл. Хочу отметить тот факт, что это средство на выбеливающей основе. Поэтому, если вы его наносите на лицо, ваша кожа становится немножко на полтона светлее, чем она есть. Использовать его как праймер под тональную основу можно абсолютно спокойно. Я это попробовала. Само средство по своей текстуре мне понравилось. Оно приятное. Это такой красивый, легкокремово-муссовый продукт. И это средство от предыдущего не отличилось тем, что здесь нет сильно ярко выраженной отдушки. Следующее средство это ночной крем объемом 30 мл, который полностью прозрачный и имеет гелевую текстуру. После его нанесения на кожу нет никакой липкости, нет ощущения пленки, что мне очень понравилось. И кожа на ощупь очень приятная. Следующее средство это порошкообразный витамин С объемом 5 грамм. Мне нравится, что это средство идет в стеклянном флакончике, что также добавляет дороговизны этому средству. По поводу действия пока я ничего не могу сказать. По поводу того, как использовать это средство. Так вот, вы добавляете его небольшое количество, либо непосредственно в ваш крем, который вы используете на постоянной основе, дневной или ночной. Но я все-таки бы советовала добавлять это средство на сыворотку, если вы такие используете в своем уходе. После того, как вы перемешали этот витамин С с вашей сывороткой, нанесли на лицо, дополнительно нанесите ухаживающий крем дневной, либо ночной, в зависимости от времени суток, когда это средство наносилось. Но так как я уже рассказывала о витамине С в своих предыдущих обзорах, я советую использовать такие средства больше всего на ночь. В этом флакончике есть стоппер, который позволяет выдавать продукт дозировано ровно столько, сколько это нужно для одного применения. Ну и последнее средство из этой линейки, это очищающие средства для лица. Ну и забегая наперед, скажу, что это именно то средство, которое соответствует всем заявлениям Avon, которые относятся к этой линейке Distillery. По поводу действия этого средства, я не супер довольна, мне не нравится, как оно ощущается на лице, потому что вы его, когда наносите на лицо и начинаете как бы растворять вашу тональную основу, либо косметику, вы чувствуете жесткое трение по коже лица. Такого я не люблю, потому что такие движения еще больше растягивают нашу кожу, что не является хорошим признаком для зрелой кожи. Возможно, чем дольше я буду пользоваться этим средством, мое мнение изменится, но на данном начальном этапе мои ощущения таковы. Спасибо. 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 Спасибо.